Ангела Меркель празднует победу, правда, пока на местном уровне. Христианские демократы выиграли выборы в парламент земли Саар, уверенно обойдя главных своих конкурентов из ДЭКов. Какое значение эта победа имеет для страны в целом, и как отреагировали на свое поражение социал-демократы, узнаем от Татьяны Лагуновой. Социал-демократы земли Саар даже перед телекамерами не могут скрыть разочарование. Пресса и эксперты в один голос трубили, и об эффекте Мартина Шульца, и о необычно высоких рейтингах партии. А что в итоге? У социал-демократов на тестовых перед парламентскими местных выборах всего 30% голосов. Лично я очень разочарован. Я действительно надеялся, что сработает эффект Мартина Шульца. Я это даже чувствовал. Сам Мартин Шульц, впрочем, пытается подбодрить сторонников. Дескать, проигранная битва, еще не проигранная война. То, что мы не добились победы сейчас, совсем не значит, что мы не достигнем нашей цели. А наша цель – это смена власти в Германии. Не получится, парируют христианские демократы. Партия Ангелы Меркель – безоговорочный победитель выборов в Сааре. У нее 40% голосов. Во многом благодаря премьеру земли Анне Грэд Крамп Каренбауэр, которую уже называют «мини Меркель». Это просто фантастический вечер и прекрасная победа. Это наш успех. Единственное, что омрачает победу – это успех правых популистов. Альтернатива для Германии тоже прошла в парламент земли Саар. А это тревожный звонок для всех крупных партий Германии, как победителей, так и проигравших. Результаты выборов в земле Саар – конечно, не точный прогноз, но выборы парламентские – скорее репетиция. Которая показала, что позиции партии Ангелы Меркель по-прежнему сильны. А социал-демократам для победы на федеральном уровне. Недостаточно делать ставку только на волшебный эффект своего лидера – Мартина Шульца. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Бюро телеканала «Интер».